океан постоянно приносит что-то со своих бескрайних просторов на землю на разглядывание отдыхающим это может быть как обычный мусор так и продукт жизнедеятельности морских существ в одном из своих сюжетов мы рассказывали о супругах нашедших на берегу амбру дорогостоящий продукт жизнедеятельности китов но в основном конечно волны приносят всякую бесполезную ерунду на этот раз в данном выпуске вы узнаете еще об одном даре моря сэм ратуланге rb 1600 это контейнеровоз понятное дело для чего предназначенный был построен в 2001 году и спущен на воду тогда же однако отслужив 8 лет он исчез со всех радаров и доков согласно веб-сайту морской трафик в котором фиксируется движение кораблей по всему миру в последний раз судно было зарегистрировано у побережья тайване в 2009 году официально судно было признано исчезнувшим без вести и впоследствии затонувшим пока жители мьянмы рыбаков берега янгона не напугал огромный корабль дрейфовавший совсем рядом у побережья судно выглядело заброшенным и его борта были покрыты большими слоями ржавчины но все же на воде он стоял без какого-либо крена и тут многие вспомнят фильм стива бека корабль призрак по сюжету команда морских спасателей находит корабль потеряны почти больше полувека назад и взойдя на его палубу встречаются с призраками видимо все те кто понял что корабль необитаем видели этот фильм так как мало кто осмелился ступить на его борт но нашлись отчаянные рыбаки которые забравшись на него подтвердили его необитаемость судя по всему экипаж покинул его давно а сам корабль и ходил по морю под индонезийским флагом длина судна составляет 177 метров и ширина в 28 метров когда власти мьянмы принялись за официальный досмотр судна вставшего на мель то обнаружили что тот имеет серьезные повреждения незаметные снаружи подобно титанику она имела трещину прямо поперек палубы на его борту не было никаких грузов и даже личных вещей бывшего состава экипажа позже представители военно-морского флота мьянмы предположили что корабль буксировали так как они нашли два разорванных троса в носовой части судна также 80 километрах от побережья был обнаружен буксир под названием независимость после опроса 13 членов экипажа военные выяснили что они буксировали судно в бангладеш на ремонт там имеется крупный корабельный завод в котором каждый год ремонтируются сотни старых коммерческих судов но в результате шторма тросы удерживающий корабль разорвались и команда приняла решение оставить судно однако это не объясняет того где же этот корабль скитался целых девять лет а что вы скажете на это свои мысли оставляйте в комментариях на этом все ставьте лайки подписывайтесь на канал и делитесь с друзьями и близкими пока и